12.06 в нашем городе. Программа «Мужской понедельник». Мы продолжаем. Николай Голиков и Владимир Сметанин. Да, здравствуйте еще раз. Третий слет детских общественных советов, преуполномоченных по правам ребенком в Центральном федеральном округе, прошел в Москве. В конце марта, как раз-таки совсем недавно, туда были приглашены делегации не всех абсолютно регионов, не всех, далеко не всех Центрального федерального округа. Там были ребята из Крыма, из Татарстана, из Санкт-Петербурга и, внимание, Кировской области. Вот так. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, у нас в студии, Владимир Валерьевич. Добрый день. Добрый день. Пришел сегодня Владимир Валерьевич к нам с членами детского общественного совета, преуполномоченным, собственно, да, Тимофей Глушков. Добрый день. Здравствуйте. Екатерина Кисарина и Юрий Русинов. То есть те ребята, которые непосредственно побывали на этом мероприятии. Да, половина. А сколько всего это было? Всего у нас ездило семь человек. Это вместе с уполномоченным? Нет, это кроме уполномоченного, да, у нас семь человек, еще замечательные сопровождающие. Вот нам доверили как бы право пригласить семь ребят. Конечно, не весь детский общественный совет, но такая квота, как всем ребятам из Центрального федерального округа, город Москва, организовался Москва, они не первый год. Нам было очень приятно, что вот четыре региона пригласили, среди там Питер, Казань, Крым, Севастополь, вот четвертым была Кировская область. Мы очень надеемся, что мы не подкачали, забегая вперед, нас пригласили на следующий год. Хорошо, с Владимиром Валерьевичем наши слушатели хорошо знакомы, а вот с детским общественным советом, наверное, хотелось бы, да, пояснить. Вот ребята, кто возьмет слово, расскажите, что это за такой детский общественный совет при уполномоченном детском омбудсмене у нас в регионе. Тимофей, чем вы занимаетесь непосредственно? Ну, наша основная задача — это доносить какие-то важные проблемы от наших сверстников до уполномоченных, то есть мы некий мостик от детей к омбудсмену. Такой канал связи. Ну, взрослым, и, соответственно, я уже дальше транслирую остальным взрослым. Для примера, пожалуйста, приведите, о чем вы поставили в известность за последнее время? Владимир Шабардин, да, Екатерина. Например, сейчас мы занимаемся картой безопасного детства. Это проект, который посвящен тому, чтобы дети перемещались безопасно в районе своих школ, вообще по городу. И каждый из нас занимается именно районом своей школы и после этого отмечает какие-то небезопасные места, может, где-то идут ремонтные работы, может, безопасный маршрут проложить от школы до дома. Назовите свои школы или у вас одна школа у всех? Ну, я и Юрий из ФМЛа и Тимофей из ОГГ. И, ну, обрисуйте ситуацию, что там у вас небезопасно рядом с ОГГ? Да, вот это раскиданное по всему городу, там самая сложная задача, да? Ну, может быть, имеется в виду, что где-то, может быть, люк небезопасный, где-то нет пешеходного перехода или светофора. Вот, когда я иду в главный корпус, довольно проблематичный есть участок, когда сложно перейти дорогу, потому что нет ни пешеходного перехода, ни светофора, и машины не всегда трускают. С Паской, наверное. Это сейчас Свободы и... Свободы и Спаской. Да, Свободы и Спаской, но там односторонние все, там более... Да, односторонние, но очень сложный перекресток, наверное. Ну, да. Так. Ну, вообще, смотрите, ведь у вас вот тут тоже, если брать ОГГ, да там же очень много детей, которые учатся вообще из других концов города. То есть, как бы тут какие-то общие-то маршруты продумать-то даже невозможно. Возможно, почему? Можно, да, не... Да, конечно. Ну, этот проект мы разрабатываем давно, мы сейчас уже близки к предметной реализации, у нас очень активно подключилось Министерство информационных технологий, то есть сейчас мы уже ведем речь, уже действительно предметно, и делаем пилоты на нескольких школах. Значит, вот ребята свои районы делают, и нам в этом плане очень интересный пример, кстати, вот этих двух учреждений, физмат и ВГГ, поскольку там не только микрорайон конкретно привязан, но еще очень важна ситуация с остановками, то есть откуда дети едут и идут. Вот несколько зданий есть и у физмата, и у ВГГ, поэтому вот на примере вот этих сложных маршрутов мы как бы идем, ну, получается, от сложного к простому. Здесь там и сосульки, и бродячие собаки, и очень много там системы специальных значков, поэтому у нас в детском общественном совете есть ребята из многих школ, поэтому мы думаем, что мы сделаем так где-то, ну, 15, может быть, там, 17 школ в плане пилота очень быстро, вот, и будет проще объяснять другим. Вот ребята уже фактически готовы стать некими волонтерами для того, чтобы объяснять ребятам из других школ, что это, как это наносится и зачем это. А раньше этому вниманию вообще не уделялось или мало уделялось как-то? Безопасности, посещения учебных заедений. Почему это уделялось? Ну, видите, вот эта проблема, она ведь возникла как бы давно. Мы на самом деле обсуждали, мы начали проект еще год назад, мы брали опыт лучше других регионов, и у нас, к сожалению, и у нас в Кировской области, и в других была ситуация, когда ребенок провалился в открытый люк, и она сейчас остается есть, как бы, вот, когда дети проваливаются в яму, когда неосвещенная территория, когда, вот, я же сказал уже, бродящие собаки, падает сосулька, когда падают футбольные ворота и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Этих пунктов очень много, на самом деле, вот, таких опасных. Последняя ситуация в Кемеры, ну, это вот отдельно, то есть, чтобы было понимание, проект карты безопасного детства, он возник не вот в эти, там, не в эту неделю, а гораздо раньше. Говорили об этом раньше, да. Вот, но, к сожалению, видимо, еще один пункт, да, очень серьезный появляется, это безопасность в местах пребывания детей, которые точно так же мы будем на эту карту наносить, и это и торговые центры, и площадки, и отдельные у нас есть, например, батутные парки, то есть там, где массовое пребывание детей, и там, где есть какие-то проблемы. И вот, собственно говоря, возвращаясь к ребятам, это те люди, которые в огромной степени проекты прорабатывают. То есть мы не то, чтобы... Мы пропишем, конечно, такую, ну, скажем так, нормативную часть, там, документацию, я очень надеюсь, с администрацией города, вот. Но потребность, скажем, в тех или иных, там, значках на этой карте мы все-таки по опыту ребят в большей степени используем. Эта карта потом где-то в открытом доступе будет? Да, конечно. Эта карта в открытом доступе, это будет открытый проект, но я думаю, что мы чуть позже, вот нам нужно еще буквально, ну, не знаю, там, месяц-полтора, наверное, на то, чтобы ее доработать, интерфейс делать, и тогда мы можем предметно уже встретиться и поговорить. То есть, в принципе, уже к следующему учебному году она уже будет вполне реальна, да? Да, у нас сейчас, я думаю, в сентябрю мы настроены, что она будет уже вполне реальная, на тестовом немножко отработан, она будет уже работать, сейчас прописывается, ну, давайте тогда еще приоткрою там завесу, мобильное приложение, чтобы любой житель города мог поставить метку, то есть, сфотографировать, приложить фотографию, и будут соответствующие закреплены службы в администрации города. Чтобы реагировали, да, оперативно? Да, 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 и чтобы было видно, то есть, когда этот сигнал получен, когда он ушел в работу, и что, собственно говоря, сейчас делается. Это позволит выявить болевые точки, например, по этим же пешеходным переходам, да, у нас сейчас активно застраиваются несколько районов, и уже сейчас жители обращаются, обращают внимание на то, что вот здесь вот, ну, не было, да, там было два деревянных дома, поэтому там где-нибудь, а сейчас застроили за последний год очень много домов, и появилось очень много детей, которые здесь должны дорогу переходить, поэтому здесь очень важен там пешеходный переход. Вот, поэтому вот этот трафик городской, он тоже меняется, и его тоже на это нужно обращать внимание. Хорошо, возвращаемся к третьему слету детских общественных советов, приополномоченных по правам ребенка в Центральном федеральном округе. В чем ваша миссия была? Расскажите. Вот вы туда поехали. Юрий. Ну, наша миссия в основном была поработать с представителями других делегаций, поделиться каким-то опытом, ну, приобрести что-то для себя. Ну, вот конкретную цель, вы лично ставили какую-то конкретную цель, что бы вы хотели с этого слета получить, увезти с собой, как сказать? Лично я хотел привнести непосредственно нашу область, некоторые проекты, которые есть в других областях. Ну, немного конкретики, допустим, в, не соврать бы, в Тульской области. Ну, ничего, можно ошибаться у нас здесь. Тулики нас не слушают, не беспокойтесь. Да, в Тульской области существует программа подготовки КГ, то есть определенную группу лиц, которые готовятся, допустим, к ЕГП, обществознанию, вывозят куда-то, и они определенный срок работают непосредственно по программе обществознания. То есть они дают такую глобальную подготовку к сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗ, куда они хотят. То есть это достаточно интересная и полезная практика, как я считаю, и было бы неплохо привнести ее в нашу область. Также там были... Обществознание, насколько я помню, у нас тоже один из самых востребованных предметов к ЕГЭ по выбору. Также там есть какие-то политические курсы, ну, то есть политическую, грамотную, созрачность у молодого поколения. Я считаю, это правильно и нужно делать. А в итоге получилось это у вас? Да, я как бы законспектировал, я вынес для себя какие-то такие знаковые вещи. А с ребятами из Тульской области пообщаться удалось? Да, мы с ними пообщались, но у нас же был формат открытых столов, мы как бы спокойно, так же, как мы сейчас с вами сидим беседуем, вот так же разговаривали непосредственно. Вот, и я думаю, что на следующем совете, который у нас пройдет уже здесь, в городе, на нашем, вот как бы местном, я смогу это вынести на всеобщее обозрение, и мы сможем это как-то принять для себя. То есть уже к какому-то практическому решению перейти? Ну, хотелось бы. Хотелось бы, да. Николай, чтобы было понимание, сразу наших ребят разделили всех, и это был принципиальный подход. Все регионы, то есть делегации смешали. То есть по отрядам, которые были, у нас практически не было, чтобы у нас двое ребят из одного региона попали в один отряд. Это был принципиальный подход, поэтому у них, конечно, была возможность пообщаться друг с другом, и это, собственно говоря, для этого было сделано. То есть здесь они между собой-то и здесь пообщаются. Расспрашиваем других тоже ребят. Я знаю, что собирался заниматься организацией спортивных мероприятий. Он перед отъездом об этом сказал еще. А давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Вот, Тимофей, тогда готовьтесь. Небольшая пауза, скоро вернемся. Продолжаем. Да, уже Тимофею Глушкову пора отвечать на вопрос члену Детского общественного совета, преуполномоченным по правам ребенка в Кировской области. Какие цели для себя, Тимофей? Да, честно скажу, я хотел попасть на секцию спорта, организации спортивных событий, но так получилось, что я попал... Наш отряд... Тема нашего отряда была «Семейная политика механизма реализации». Как-то сложно называется. Ну, так да, получилось. И спортом я уже, к сожалению, заняться не смог, но в нашей теме мы тоже вынесли несколько тезисов. И наш спикер пообещал нам, и уже сдержал обещание, что один из наших тезисов, а именно реализовать программу при данных для новорожденных, которые есть в Москве, реализовать. При данных для новорожденных. Для новорожденных, да. То есть, по опыту европейских стран знаю, то есть, это набор определенных вещей, которые даются... Да, да, 44 предмета. Да, 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 с автоматами при рождении. Это сейчас в нескольких регионах, я ставлю, у них был спикер Анастасия Ковалева, это замечательный человек, значит, там куча регалий можно посмотреть в интернете и в общественной палате связано, значит, и опять же скажу, мы с ней договорились, она приедет там осенью на один из проектов, который связан там с Орловским спецучилищем и вот с другим проектом. Поэтому спикеры как раз с их площадки мы сможем увидеть здесь, в Кирове. Тимофей, да. Прервали. То есть, Госдума, РИА Новости написали, что Госдума уже рассмотрела этот проект, можно сказать, федерализации приданного для новорожденных, и надеемся, что в Кировской области этот проект может быть реализован не полностью, то есть будет не 44 предмета, но все равно вещи первой необходимости будут выдаваться в подарок ребенку. Я не ослышался, на уровне Госдумы уже обсуждается вопрос там, законопроект или что? Да, сейчас обсуждается, как бы мы не знаем механизм реализации, да, то есть это понимаем, что... Это, видимо, строка в федеральном бюджете должна быть отдельная. Скорее всего, это дадут на уровень субъектов, как бы вот именно по реализации. Поэтому вот Тимофей говорит о том, что в каких-то регионах это сейчас реализуется, и кто-то может позволить себе 44 предмета, да, вот такой большой полный набор, а кто-то может позволить там, ну, не всем категориям, и там количество вот предметов поменьше, но тем не менее сама идея вот помощи там молодым родителям, которые не имеют возможности зачастую это приобрести, вот такой первый их стартовый капитал, да, я считаю, что это очень хорошая идея. И при этом вот эта идея, это была бы не... чтобы было понятным формам слета, там не испущено, как бы вот ребятам, да, а вот смотрите, так, мы сегодня вот раз, два, три, четыре, пять, вот вам на обсуждение, хорошо это или плохо. А вот все, что вот и я принес тут, да, значит... Это как раз предложение вот этой секции, да, семейная политика, механизмы реализации, шестой отряд, да? Это как раз, это то, что, это только то, что предложено самими ребятами. То есть вот здесь, условно говоря, восемь пунктов, это то, что предложили сами ребятами. То есть они видят в этом необходимость, они считают, что это важно, вот, и, собственно говоря, у нас взрослых сейчас там нужно подумать, как это реализовать. Давайте для примера еще, да, приданное новорожденному, что еще? Нет, ну здесь довольно много пунктов, просто вопрос, еще в чем, вот эти вещи вы все обсуждали, да, их? Да, спикер, наш спикер сказал, давайте сразу же начнем говорить о том, что вас интересует. Вначале зашла речь о неблагополучных семьях и о том, что некоторые ученики колледжа в школу не могут продолжать образование дополнительно из-за того, что им исполняется 18 лет. и сразу же было выдвинуто предложение... В то армию? Нет, дополнительное образование, просто в учреждении дополнительного образования до 18 берут, а дальше нет. Это как раз не армия. Все заканчивается, заканчивается. Стоп, то есть 18 лет, а в 18 лет ты еще можешь продолжать сейчас учиться в школе, в колледже или в техникуме, но при этом бесплатное доп. образование для тебя уже становится недоступным. Все, до 18 лет. И поэтому первым же предложением было изменить как раз программу, то есть... Здесь написано, изменить ценность на дополнительное образование с возрастного на статусный. То есть не по возрасту судить, а по твоему социальному положению. Если ты школьник или студент, можно продолжать обучение. Понятно. Так, ну что, посвятили в общем целом? В общем целом, да, это основные были проекты. А по спорту, что хотелось поднять, какую тему? Поднять тему отсутствия или очень малого количества спортивных площадок, коробок в нашем городе. То есть сложности идут именно с материальной частью, то не хватает мест, где проводить. Либо сложно найти эти коробки, либо приходится платить довольно большие деньги для школьников, чтобы арендовать это же «Динамо» или «Прогресс». Ну это большие площадки, конечно. Я на этой секции был, и на итоговой у нас же было большое как бы итоговое мероприятие, где каждая группа, каждый отряд вот это презентовал, и можно было задавать дополнительные вопросы. Как раз я там поднимал тему развития видов спорта новых, назову их так, да, то есть которые интересны ребятам, но которые официально нигде там не развиваются, но которым они все равно занимаются. Этот же паркур, например, да, и еще они назвали несколько неведомых нам слов, вот, которым занимаются. То есть, но подготовленных площадок для этого нет, поэтому вот они вынуждены прыгать там с необорудованных, да, где-то вот по городу скакать. Подвергая опасности. Подвергая опасности, да. А хотя уже там в Москве, ну не говоря уже о Европе, есть специальные подготовленные площадки, хорошие, там, качественные, для того, чтобы это там не только, ну никого не хочу обидеть, там, футбол, хоккей, не знаю, там, плавание, да, развивать, но и другие виды спорта. О велосипедах мы говорили, кстати, вот в тему, которая очень много обсуждается на Эхе, да, последней, очень много ребят хотели бы заниматься и горным велосипедом и чем-то подобным. А доехать безопасно, например, вот ребята физмат подтвердят из одного здания в другое, которое находится в Макаре, там, на велосипеде, по дамбе, да, ну невозможно. Ну экстрим, экстрим, причем очень опасный экстрим такой для жизни. Екатерина? Екатерина, да, Екатерина Кисарина. Ну, меня в первую очередь интересовали именно школьные СМИ и их развитие, и именно поэтому я обменивалась опытом с людьми, которые занимаются этим в своих областях, потому что у нас в городе не так развиты школьные СМИ, то есть, например... А что есть в школьные СМИ? Напомните, пожалуйста, нам. Ну вообще, это в принципе... Далеко уже вышедшим, давно вышедшим из школы, что сейчас там происходит. Ну, я вот помню, стенгазету там делали. Сейчас стенгазеты приобретают немного другой формат, например, это может быть просто газета, и в основном сейчас развиваются именно школьные телевидения, потому что, например, в своем лице я организовала это, и у нас все хорошо работает, и на примере своего опыта я могла бы поделиться этим в нашем областном совете и помочь развивать это именно в других школах, потому что я считаю, что любые СМИ, они влияют и на принятие, каких-то решений, и на то, как услышаны дети учителями, звучами и директорами школ. И именно поэтому я сходила на лекцию, как влияет СМИ на принятие важных решений. У нас был замечательный спикер, который рассказал, как нужно продвигать YouTube-канал, например, если новости выходят именно там, Telegram-канал, Twitter, группу ВКонтакте и многое другое. То есть это было вообще очень полезно, и в других областях тоже это развивается. Например, в Ивановской области у них есть вообще общегородская газета, куда присылают свои статьи не только какие-то определенные школы, а вообще все школы. Конечно, у них не так много школ, как у нас, но, в принципе, я думаю, на примере нашей области это тоже возможно. Расскажите поподробнее, вы сказали, что-то там удалось сделать на базе школы. Есть свое телевидение школьное? Да, в этом году, вот с сентября мы организовали, оно достаточно успешно. В этом учебном году, в смысле? Да, в этом учебном году. И оно достаточно успешно работает. То есть мы на своем примере прошли вот все сложности, какие могут возникнуть. И, в принципе, мне кажется, я могла бы поделиться опытом, и в других школах могло бы работать точно так же все. При этом я знаю немножко изнанку, мы до последнего совета лицея об этом разговаривали. То есть ребята, они сами, то есть никто это сверху не спускалось. Вот надо понимать, что это не то, что там, ага, лицеи приобрели комплект какого-то телевизионной аппаратуры и что-то делают. Это не так. Вот Юра сидит, да, он делал какие-то приспособления. Да, Юра делал софтбоксы, то есть осветительные вот эти приборы, он просто собрал их из картона, кальки, швабр, но они отлично работают. Жаль, что у нас нет видеотрансляции, потому что, да, это правда. Юра густо-густо покраснел в этот момент. Когда директор услышал, как бы, что там из швабры вот эти, он говорит, слушай, ну что так-то, давайте мы вот это, найдем возможность чуть-чуть это помочь. Ну, просто нам очень самим хотелось как-то это сделать, и вот мы реализовали. Ну и видеокамеру, наверное, кто-то принес из дома с вами, да? То есть первое время мы вообще существовали в таких полевых условиях, потому что у нас софтбоксы были из швабр, освещение было из каких-то просто ламп, взятых из ниоткуда, камеру мы принесли свою, штатив мы делали из двух стульев, мы еще купили в швейном магазине вот зеленую ткань хромакей, ее использовали. То есть потом нам уже лицей и приобрел микрофоны, и нам дали баннер FML, на котором мы сейчас уже снимаем. А вот именно формат этого телевидения, то есть что вы показываете? Формат телевидения пока это в основном новостные выпуски, то есть мы снимаем, ну допустим, в течение двух недель месяца, и потом один большой выпуск за месяц выпускаем. И нам бы хотелось как-то разнообразить свой контент, то есть, например, на Новый год мы выпускали такую небольшую новогоднюю притчу, а пока это как раз новостные выпуски. Где можно посмотреть-то хоть, знакомиться с вашей творчеством? У нас есть группа ВКонтакте ФМЛ-ТВ и Ютуб-канал тоже ФМЛ-ТВ. ФМЛ-ТВ. Включаешь и смотришь. ФМЛ-ТВ. Надо будет посмотреть обязательно. Да. Замечательно. У нас время рекламы подошло. Давайте сейчас прорвемся и скоро продолжим наше общение. Давайте еще раз напомним, кто у нас в гостях. Ну, у нас в гостях, во-первых, Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. А с ним вместе к нам пришли члены Детского общественного совета при, опять же, уполномоченном по делам по правам ребенка в Кировской области Тимофей Иглушков, Екатерина Кисарина и Юрий Русинов. Вот как раз за кадром прозвучал хороший вопрос, такой мне понравилось. Вот спросил, но почему-то не в эфире, да. Он говорит, Тимофей, девчонок там красивых много было. Ну и Кате тоже можно задать вопрос, там парней ли много ли было на этом слете. Вот хочется еще с вами поговорить, какие вы еще вот видите проблемы в нашем городе, которые напрямую касаются вашего поколения, не знаю, более-более младшего. Я бы даже, может, и так было спросил, вот какие проблемы, которые вы видите в нашем городе, вы вот на этом слете пытались как бы озвучить и продвинуть, чтобы их как бы найти, может быть, что они общее для многих регионов или как-то еще. Да, и какое у вас там по итогам все-таки ощущение сложилось, там, наш регион, там, все плохо, либо ничего еще. У нас не было такого сравнения. Не было ничего. Сразу скажу, нет, ребята, вот мне очень понравилось, что, ну я, по крайней мере, сейчас ответят, Саня, да, я, по крайней мере, не слышал того, и вот это смешение отрядов, это было хорошо, то там никто, никто, мы не знали, откуда этот парень, да, пока они не представлялись там, а вы откуда там? Крым, Липецк, Брянск, Москва, то есть у них была как бы вот такая общая тема, поэтому и вопросы общие никогда не было, а у нас вот там вот так, ни разу я не слышал за эти дни. Хорошо, ну, что касается проблематики. Юра. Или Тимофей. Или Юра. Или оба. Понял, тогда Екатерина, видимо, будет говорить, да? Екатерина, да. В принципе, в нашем регионе достаточно много областей для развития именно школьников, потому что у нас есть и ЦДО, что для дополнительного образования одаренных школьников, которые бесплатно занимаются именно развитием каких-то способностей у детей, это и волонтерские организации, то есть у нас достаточно развиты любые направления деятельности внешкольной, поэтому я считаю, наш регион достаточно на хорошем уровне себя показал и представил. Тимофей, Юра. Ну, хотелось бы еще сказать, что, ну, вот как раз о проблематике нас на слете у второго отряда была такая тема, называлась она «Безопасный интернет». То есть для нашего поколения, я считаю, это, ну, такая весомая тема, потому что, ну, интернет сейчас везде и всюду, и мы как бы без него уже не представляем собственной жизни, грубо говоря. То есть даже вот сейчас я читаю вот этот тезис. Ну, вижу, да, скажу, что-то, да, собственно. Вот, мы обсудили, ну, в рамках всего слета эту тему, то есть обсудили безопасность непосредственно людей в интернете. Вот Владимир Валерьевич за кадром сейчас говорил о, ну, такой проблеме, что вот если человек по тем или иным причинам уже не может вести эту сеть там социальную, что будет с этими данными, на кого они останутся и... Ну, по тем или иным причинам, давайте говорить прямо, человек умер. Ну, это бывает, вы знаете, да? Да, человек умер. Мы все, кто сидим в этой студии когда-нибудь, умерли. Спасибо, Николай, спасибо, напомнили, да. Причем, заметьте, это не взрослые предложили, а для нас такое откровение было, когда ребята предложили, да, вот которым, а что останется после нас, вот эти профили в социальных сетях и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, на самом деле, не касается точки зрения, вот я, наверное, не думаю. Тут даже стоит отметить, что именно речь не о профиле в социальных сетях, а сейчас же очень развит онлайн-банкинг, то есть кому останутся средства, как они перейдут, как об этом договориться, как я понял, именно об этом шла речь тоже. То есть, скажем так, и о материальной стороне нашего пребывания в интернете тоже, да? Интересно, да, на самом деле. Да, люди там, активные блогеры, да, которые публикуют материалы, которые читают, смотрят, слушают. Сотни тысяч и миллионы людей, кому это все останется? Юра? Ну, кому это достанется? Наверное, они сами будут решать и оставят все-таки это, наверное, каким-то близким, не знаю, родственникам. Вы-то какое-то предложение сформулировали там? Ну, мой отряд работал несколько не над этой темой. Моя тема была пути становления гражданского общества посредством инстанции РДШ. Ну, РДШ — это аббревиатура «Российское движение школьников». Оно сейчас только набирает обороты в нашей области. В 15-м году, по-моему, президент подписывал, да? Да, да, да. Закон о создании. Закон от 15-го года, да. Вот, и сейчас эта инстанция РДШ, она как раз был под... Ну, президентом был подписан закон о десятилетии детства. То есть вот этот слет проходил как раз в рамках вот этого вот закона «Десятилетие детства». И вот эти все проблемы, которые мы рассматривали, они были направлены как раз на развитие вот этого проекта. Вот, в целом вот так вот. Ну, фактически дорожная карта. То есть вот объявлено «Десятилетие детства» указ был действительно, да? Вот. И фактически одна из задач была этого слета, в том числе, сформировать эту дорожную карту этих мероприятий, которые должны быть реализованы в рамках «Десятилетия детства». А для того, чтобы их реализовать, надо все-таки четко понимать потребности и запросы ребят. А вот возвращаясь к цифровому, вот к этому, да, к этому, к наследству, там, значит, у нас парень вышел и сказал, надо ввести должность цифрового поверенного. То есть что это такое? То есть вот этот парень сформулировал... На федеральном уровне. Да, цифровой поверенный. То есть давайте что-то менее сложное, более понятное народу, но направление мыслей, в принципе, такой хороший проект. Вы с собой материалы принесли, очень много. Расскажите, что там отображено? Ну, вот, во-первых, у нас целая папка вот этих предложений по отрядам. Ну, вот, чтобы вам было видно, да, Николай, как раз предложение, которое... То, что они есть, они реальны от каждой секции. Там секция была этих общения в СМИ и социальных сетях. Значит, концепция ГКО. То есть ГТО от ГКО готов к культурному общению, ребята. Сделали, да? Вот, этика, общение. Вот, у нас было достаточно много... Вот, формы развития талантов детей, индивидуальная образовательная траектория. Вот, ребята предлагали... Вот, о чём сегодня речь была, да? Старше 18 лет, значит, систему доп. образования. Да, доп. образования. Создать детские молодёжные центры в малонаселённых пунктах. Усилить систему контроля за исполнением приказа министра образования о доп. образовании в общеобразовательных учреждениях. Создать открытые площадки по демонстрации своих умений в сфере доп. образования. Это вот система, как World Class, да? Правильно называется. Вот. И были, на самом деле, очень интересные спикеры. Вот, у нас был спикер, скажем так, представитель лаборатории Касперского. Они выпустили такую книгу «Выжить в цифровом мире для родителей». Для родителей. Да, для родителей. Иллюстрированные советы от лаборатории Касперского. Очень интересная книга, на самом деле. Вот, мы очень рады, что мы её получили. И очень интересная вот такая большая книга «Право знать» про «Правовые квесты». То есть, я, честно говоря, впервые столкнулся с таким понятием, как «Правовый квест». И мы с ребятами там уже обсуждали мнение. И вот, в общем, мнение, что нам это очень понравилось. Это учебно-методическое пособие, сделанное Московским городским педагогическим университетом и юридическим институтом очень большое. Это как раз формирование правовой грамотности у ребят. Но не путём, знаете, такого вот... Ну, заучивание. Да, заучить. Такие это законы, такие это, такие это. При этом это не в чистом воды развлекаловка, да. А именно очень серьёзная форма. И вот здесь нам подарили книги и диски. И мы ссылки ещё взяли, где это лежит. И вот уже у нас у ребят есть желание организовать подобные правовые квесты, но начать со своих учебных заведений, да. И в ближайшее время мы подумаем, как сделать, чтобы вот эти правовые квесты проводить в городе Кирове на какой-то площадке для разных учебных заведений. Это правда очень интересно. То есть конкретная ситуация, да. Да, дана конкретная ситуация. И начинается, собственно, разбор. Чтобы было понимание, да, то есть есть примеры конкретных, документы, выписки, там, что-то ещё. Вот у нас, у взрослых на площадке, да, была отдельная площадка, тоже нас приглашали вот эти специалисты. Приезжали из Москвы, из университета. У нас проводили вот квест применительных взрослым. Была ситуация, при которой, значит, там, пьющий отец, у которого должны сейчас там, должен суд по, значит, по ребёнку, он воспитывает один ребёнка. И, значит, было четыре станции, на которых сидел, значит, собственно, на одной станции был отец, на другой был учитель, на третьей был представитель, значит, органов опеки, а на четвёртой станции был адвокат. И каждый из них рассказывал там свою версию вот этого происходящего. То есть отец говорил о том, что он долгое время ребёнка воспитывал один, потому что там мама долго болела, умерла и так далее. Но это на примере конкретной ситуации, но немножко откорректирован было. А потом, значит, действия там органов опеки, значит, школа. И вот каждый вот этот образ, он был детально прописан. То есть человек, который из нашей же среды выбирался, ему сначала давался, как бы, такой тоже буклет. Время на проработку, и вот он очень в роль эту вживался и очень детально ситуацию раскручивал. То есть и по идее, и потом в итоге мы должны были дать оценку этой ситуации. То есть вот мы выслушали все стороны, все четыре источника. Ну вот у ребят примерно подобное же, да? И там, скажем, в нашей ситуации, однозначно мы в итоге, там, единогласное было решение, что все четыре группы у нас пришли, там, приняли сторону отца, но надо помочь им в этом, в этом, в этом, в этом. А вот эти специалисты из университета, они говорят, что как раз вот на детских-то квестах, вот таких, вот у них там в подавляющем большинстве случаев единогласного решения не получается. То есть у них всегда бывает, там, допустим, из четырех мнения 2 на 2, 3 на 1, или как-то вот так. Потому что аргументы ребята очень, ну, хорошо аргументируют и правильно защищают там разные, скажем так, стороны. Я еще, ребят, хочу спросить, чтобы каждый высказался, что для вас, что вам дает участие в общественном детском совете приуполномоченном по правам ребенка в нашем регионе, кем вы себя видите, возможно, в ближайшем будущем, планируете ли вы продолжать эту общественную работу? Как раз деятельность, связанная с решением проблем молодого поколения. Тимофей, что дает? Ну, я честно сразу скажу, что я в этом совете совсем недавно, с сентября. А как попали? По желанию, собственно. По желанию. По желанию, да. По желанию, да. Завуч сказал, что вот нужны люди активные. И спросил, и спросил, хочу ли я пойти. Я сказал, что да, мне это интересно, я хочу пойти. Так, я попал в совет. Первая встреча была в ноябре, если я не ошибаюсь. Там мы познакомились. Оказалось, что очень много людей из разных школ. И пока я ничего не выдвинул, скажу честно, но хочу продолжить работу. Хочу быть этим мостиком как раз между моими сверстниками и омбудсменом. И как раз после слета я привез с собой опыт, несколько проектов, не только моего отряда, но и мои друзья тоже привезли проекты своих отрядов. Надеемся их либо реализовать, либо придумать новое. Но точно хотим реализовать карту безопасности. А дальше будем смотреть. Я думаю, у каждого есть что-то свое. Что бы он хотел сделать. Дюрей, Екатерина. Девчонки, они более как-то соображают быстрее. Ребята просто вдумчивые, серьезные. Вы задали такой серьезный вопрос, Владимиру. Вот ты сам бы на него ответил, а? И кем вы собираетесь быть? И как применить? Кем ты будешь? Президентом. У ребят еще два года до окончания школы. Полтора или два с половиной. Я же понимаю, я с серьезными людьми общаюсь. Почему бы не задать такое вопрос? В своем лице я председатель совета лицеистов. И поэтому я в принципе знаю какие-то интересы, настроения именно лицейского сообщества. И когда возникает какая-то проблема, я не знаю, как ее решить возможно. Или когда возникает какая-то задача именно уже в совете, я могу привнести ее в школу. Например, недавно у нас была игра проведена. Это по правовому просвещению, по экономическому просвещению. И вот у нас был месяц именно просвещения экономического. И мы в нашей школе провели игру, которая проходила в несколько этапов. Там она проводилась с 8 по 11 класс. И, во-первых, узнают что-то новое лицеисты. Во-вторых, мы учимся организовывать такое масштабное мероприятие и событие. То есть, в принципе, такие советы, они очень полезны в первую очередь для обмена опыта. Прошу прощения, 15 секунд, чтобы еще Юра успел высказаться. Ну, 15 секунд, чтобы закончить мысли, я имею в виду. Я закончила мысли. Время у нас уже, да, Юрий, буквально полминутки. Ну, в целом, Екатерина сказала достаточно точно. Вот, я являюсь секретарем председателя совета лица. Я председатель, я секретарь. Вот, и мы видим проблемы, которые возникают на уровне школы. И благодаря этому мы можем их вынести на совет. То есть, ну, все равно, если обобщить, то в целом во всех школах такая проблема. Вот, почему я этим занимаюсь? Ну, кто, если не я? Отлично. Отлично. Спасибо большое. Завершается на этом программа «Мужской понедельник». Сегодняшние наши гости, ребята, Тимофей Глушков, Екатерина Кисарина и Юрий Русинов. Это все члены Детского общественного совета, преуполномоченные по правам ребенка в нашем регионе. Ну, и, собственно, детский омбудсмен Владимир Шабардин. Спасибо. Спасибо. Приходите к нам еще. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...